Тонкие линии, изящные черты, сказочные мотивы. Одни художников Зиновкиных любят, другие им завидуют. Публика признает за мастерство и совершенство деталей, а некоторые представители так называемой индустрии культуры не могут смириться с их независимостью. Мы просто современные люди и живем на несколько городов, иногда на несколько стран. Нас пригласили, мы были больше месяца, полтора месяца в Берлине. Еще приглашают опять же в Германию, поедем в Словению, также нас приглашают. Мы так путешествуем, но вообще у нас корни, дом здесь, в Брянске. За границей мечтают открыть музей Зиновкиных, выпускают открытки с их произведениями и даже помещают работы супружеской четы на этикетке элитных вин. Галереи Парижа, Нью-Йорка, Гонконга, Дюссельдорфа, Гамбурга, Пекина не первый год гоняются за брянскими художниками, но своенравные живописцы всегда оставляют последнее слово за собой. Я сегодня обратила внимание на замечательные совершенно работы, которые художники называют маринами. Причем, посмотрите, в одной моле написано, как любили французы, легкими встряхами, а в другой почти так, как учила Ивазовский. То есть вода живая и даже волна сама по себе живая. Вот Зиновкины все в этом сопоставлении. Они могут все. Сами художники не рассуждают по поводу стиля, в котором работают. Пусть над этим ломают голову искусствоведы, говорит Виктор. При этом источников вдохновения у Зиновкиных масса. Это литература, театр, природа, люди. Одним словом, жизнь. Во всем ее многообразие. Светлана Дробкова, Александр Егоров. События. Брянск.